Здравствуйте! Форбс опубликовал рейтинг самых дорогих российских интернет-компаний. Первое место сохранил за собой Яндекс, оцененный в 10 миллиардов 700 миллионов долларов. На второй и третьей позициях рейтинга, как и в прошлом году, остались Mail.ru Group и Avito. Онлайн-ретейлер Wildberries занял четвертое место. Компания смогла практически удвоить свою выручку, а ее стоимость превысила 1 миллиард долларов. На пятом месте компания Ozon Group, имеющая туристическое подразделение в Ozon Travel. На восьмом месте в рейтинге расположился картографический сервис DoubleGIS. Его оценили в 243 миллиона долларов. Как отмечает Форбс, сервисом ежемесячно пользуются 45 миллионов человек из 370 городов в 9 странах. В Пермском крае сократилось число предпринимателей. По данным бывшего бизнес-омбудсмена при Каме Вячеслава Белова, сейчас их насчитывается порядка 143 тысяч. А в 2012 году было 155 с лишним тысяч. Значительнее всего сократилось количество крестьянско-фермерских хозяйств в крае практически на 8,5%. По мнению чиновника, это произошло из-за усиления контроля в сфере. Свой доклад Вячеслав Белов делал перед депутатами законодательного собрания края. На этом же мероприятии произошло назначение нового уполномоченного по правам предпринимателей в Прикамье. Им стал Анатолий Маховиков, который до этого работал советником главы Прикамья, а еще ранее ситименеджером Перми. Минпромторг отказался считать девяток яиц обманом покупателей. Замглавы ведомства Виктор Евтухов заявил, что фасовка гуриных яиц по 9 штук в контейнере не вводит потребителей в заблуждение, если количество товара соответствует информации на упаковке. Об этом говорится в ответе на запрос депутата Госдумы Михаила Дегтярева, сообщает ТАСС. В Минпромторге подчеркнули, что требования к пищевой продукции прописаны в техническом регламенте Таможенного союза. В нем нет требований к фасовке продукции в фиксированном объеме. Федеральной антимонопольной службе России, в свою очередь, сообщили, что не считают продажу девяткой яиц нарушением антимонопольного законодательства. Специалисты Пермстата подвели итоги миграционных процессов в регионе за 2018 год. Выяснилось, что из-за миграции число жителей края сократилось на 6,5 тысяч человек. Большая часть миграционных потоков произошла в пределах России. Люди, которые переехали из Прикамья на постоянное место жительства, чаще всего выбирали Москву и Московскую область. Туда отправились 1 тысяча человек и 871 человек соответственно. Популярными оказались Краснодарский край, куда уехали 1 тысяча человек, и Санкт-Петербург. Город на Неве отправились покорять 744 человека. Роскачество дало рекомендации по выбору коньяка к 23 февраля. В первую очередь, отмечают специалисты ведомства, необходимо обратить внимание на этикетку и контр-этикетку. От наименования продукта, объема, даты производства до адреса производителя. Отсутствие каких-либо из этих данных должно заставить задуматься о легальности продукта, говорится в сообщении. В Роскачестве также уточняют, что годы выдержки должны соответствовать названию коньяка и количеству звездочек. На этикетке, как отмечают в Роскачестве, могут присутствовать такие надписи, как коньяк трехлетний, коньяк четырехлетний или коньяк пятилетний. Это значит, что коньячный дистиллят выдерживался в дубовых бочках с дубовой клепкой именно столько, сколько указано в названии. Курс доллара, установленный Центробанком на 23 февраля, составляет 65,51 рубля, курс евро – 74,33 рубля. На этом у меня все. Удачи в делах!